Здравствуйте, мои дорогие! Я не знаю, я сейчас супер прямо вообще очень почему-то бледная. Это у меня такой свет с окна. Я вот дико извиняюсь, не знаю, нормально будет с этим светом или нет. Я вот смотрю на себя, я очень бледная. У меня румян, просто тьма на глазах, ой, на щеках. Но я не знаю, что с этим делать. В общем, не знаю, попробую сейчас, может быть, как-нибудь в другое место, хотя там какой-то желтый свет. В общем, сейчас я хочу сделать видео, обобщающее мою поездку. Я считаю, что это видео, очень хочу его сделать, считаю, что оно важное, потому что хочу рассказать много каких-то деталей. Как я поехала, что я, где покупала, какие билеты, как вообще бронировала, не бронировала. Все, в общем, вот это все хочу рассказать, потому что во влогах, конечно, это все не фигурировало настолько в таком объеме. Вся информация. Вы спрашиваете, как поехала, что, где, в общем, билеты купила, как вообще туда попала. Поэтому давайте об этом сейчас и с вами поговорим. Наливайте чаи, кофеи, в общем, печеньки, салаты, рагу, супы. В общем, я думаю, что видео будет длинное, потому что много что есть рассказать. Я надеюсь, что оно получится информативным и познавательным. Прямо такое, этот, в мире путешествий. Поехали. Так, нет, я перебазировалась в другое место, потому что там я совсем супер бледная. Я хочу чуть-чуть пожилее быть, а то я совсем какая-то мертвенно бледная. Кстати, да, про покупки одежды и про то, что я купила вообще в Италии, будет видео. Сейчас я постараюсь его снять, если нормальный свет будет. Вот эта кофта там куплена, ну и, естественно, муранская вот эта штучка. В общем, все, классика жанра. Ну а сейчас давайте поговорим с вами о том, как я поехала, потому что вопросов было много. Я их не выписывала, те, которые вопросы вы задали. Но я просто помню, что именно, в каком контексте были вопросы. И давайте по порядочку сейчас с вами об этом поговорим, если кому-то интересно. Так, на самом деле все началось с того, что я 2 месяца назад, ну уже больше, 2,5 месяца назад, я сидела, короче, приехала с Греции только. И сидела просто ради прикола, я об этом писала пост, кстати, в Инстаграме подписывайтесь, кто не подписан. Сидела, смотрела всякие билеты. В общем, просто вот на кровати сидела, смотрела билеты разные. По приколу вот так вот. Я смотрю билеты очень часто, по сути, можно сказать, на сайте Aviasales. Как-то я давно, когда первый раз в Грецию полетела, я покупала билеты через City Travel. Кстати, тоже неплохой сайт, он сравнивает там много всяких разных билетных штук, авиабилетов. Ну там помимо билетов еще можно всякие гостиницы и так далее. Я это все не смотрю, я смотрю только билеты. А тут я в последнее время села, стала смотреть на Aviasales. И вот последние все мои поездки, это через Aviasales купленные билеты. То есть это поисковик билетов, это никакая не реклама. Кстати, я вот очень люблю тревел-шоу Усачева, и там они как раз за счет Aviasales летают. Я думаю, что, может быть, мне тоже стоит уже обратиться туда. Может быть, они мне будут как-то билеты подгонять, скажем так. Потому что действительно через них мне очень удобно. Ну, я и всякие другие смотрела сайты, и лоукостеры непосредственно, но они все, естественно, из Финки летают. Я не хочу из Финки. Какая-то смс-ка. Поэтому я смотрю как бы от нас. А от нас, естественно, другие авиалинии летают. Но там сравнивается огромное количество авиалиний, билеты на все случаи жизни, с пересадками, без пересадок, прямые. Ну, конечно, они подороже. Совершенно там огромный выбор билетов, и всегда находится тот, который нужно. Единственное, когда я летела вот в апреле в Афины, может быть, про это тоже отдельное видео надо сделать, как я в Грецию летаю. У меня подружка в Греции живет, вообще она живет в Афинах, но когда сезон, она работает в отеле на Крите. Сейчас вот, ну, последние три года вот так. Я вот к ней на Крит летала, и в Афины летала. И когда вот я в апреле в Афины летала, я покупала билеты через Люфганзу, потому что мне нужны были четкие билеты по времени. То есть я привязана была к времени, потому что она меня встречала в определенное время, в определенное время мне нужно было улететь, потому что она тоже уезжала, улетала. И как бы, ну, в общем, я была привязана по времени, и почему-то я пошла сразу к Люфганзе, и в Люфганзе прям вот очень четенько у меня все получилось купить. Правда, естественно, Люфганзе летает с пересадками через свою Германию, но я люблю очень Германию, поэтому пересадка в любимейшем аэропорту Мюнхена для меня это просто радость и удача. Вот, так что сюда я билеты в Италию покупала опять-таки через Авиасейлс. Авиасейлс мне нашел билеты дешевые через Победу, авиакомпания Победа, это наш лоукостер, дочка Аэрофлота. И он меня, иногда некоторые билеты можно купить прямо на самом Авиасейлс, он не перекидывает на сайт компании, ничего. А вот Победа, он меня перекинул на сайт Победы. И билеты вот два месяца назад, да, я сидела, я такая смотрю, просто вообще любое направление гуглила, там есть типа, куда полетим, куда угодно. Вот я вот это гуглила и смотрю, вышла Милан 8 тысяч. И я такая, блин, 8 тысяч туда-обратно, билеты надо брать, а чё, куда вообще, как, я вообще без понятия, просто я увидела эту дешевую сумму и то, что там надо еще бронировать гостиницы и так далее. Думаю, ладно, потом разберусь, надо брать. И, короче, в общем, пошла на этот сайт Победы. Но Победа, это отдельная история, которая заслуживает внимания. Лоукостер Победа, лоукостер это, ну, типа дешевые билеты. Там не кормят на борту, там сам борт очень маленький, то есть там нету даже бизнес-класса, ну, может быть, других каких-то вот Изи Джет, Райн Эйр, они европейские, они все лоукостеры. Но, в общем, это супер бюджетные билеты, где все по минимуму, все вот так вот заграничено, ограничено, ограничено. Но зато они дешевые. Вот. И Победа, это вот тоже лоукостер. Я пошла на сайт Победы, начала бронировать билеты, а там в несколько этапов. Я не знаю, на Изи Джет, на Райн Эйр, как там бронируются билеты, там тоже есть такие плюшки или нет, но в Победе. Вот Викуля у меня бронировала через Победу, и ей не выходили вот эти все дополнительные разводные штуки, а мне почему-то вышли. Я, ну, на одном сайте бронировали, не знаю. В общем, я, значит, выбираю билет, окей, все нормально, там на эту дату, все. Дальше, следующий пункт бронирование, да. Да, перехожу далее. Далее, выберите место. Я такая, я не хочу, мне плевать где сидеть, хоть, блин, там под крылом самолета, главное, чтобы я долетела, у меня вообще без разницы. Окно, не окно, проход, не важно, главное долететь. Я говорю, не хочу выбирать билет, не хочу выбирать место. Нет, выберите. И он мне блокирует кнопку, чтобы дальше пройти, да, бронирование. Думаю, да ё-моё, что за фигня. Думаю, ладно, выберу самый дешевый билет, там 100, там место, 190, ну, короче, 200 рублей, 199. Самый дешевый проход я взяла, хорошо, туда-обратно забронировала. Уже не 8 тысяч, да, ну, вы еще считаете. Дальше. Багаж. Багаж там не входит. В обычных авиакомпаниях там входит размер багажа, ручной клади, вернее. Там в основном чемодан, нормальный чемодан, обычно такого хорошего стандартного размера. Где-то килограмм до 8, до 10 можно с собой брать вручную кладь. Но на лоукостерах такого нет. Я не знаю, как на других, вот на Победе этого нет. Согласно законодательству, там ты можешь провести ручную кладь размером 32 на 30 на 27. Короче, вот такая турбочка небольшая, но ты можешь провести там хоть гантель любого веса. Там вес мне не оговорен в законодательстве. И это очень странно, потому что эту же фигню надо класть наверх, а если там тяжелая она, ну, в общем, непонятно. Короче, там ограничиваются только габаритами. Уже отпадает только ручная кладь, чтобы сэкономить на багаже. Окей, выбор багажа до 10 килограмм 700 рублей. Ну, там все 699, ну, без рубля, ну, это типа маркетинговая такая фишка. 700 рублей багаж до 10 килограмм, 1500 багаж до 200, до 20 килограмм. Хорошо, я беру до 10 килограмм. Я думаю, ну, ладно, набью чемодан на 8 килограмм, чтобы у меня там еще осталось место. Потому что обратно же полечу наверняка, какие-то покупки докуплю, сделаю. И мне нужно будет еще килограммаж, чтобы с собой везти. Но в итоге, короче, сам чемодан у меня весит уже 3 килограмма. Короче, я набила 9900. А, нет, 9990 без 10 грамм. Когда я приехала в аэропорт, там у них весы, видимо, тоже специальная история. Они немножко завышены. То есть, я взвешивала на суперточных весах, которые просто до микро-миллиметра, микрограмма там все это взвешивают. Но у них они не такие точно оказались. И там вышло ровно в 10 килограмм. То есть, да, вот эти 10 грамм, они как бы сожрали. Ну, ладно, главное, что я уместила 10 килограмм. То есть, считайте, плюс 400, 8400, там 8 что-то, 150 было, 8200, 8400, ну, короче, 8500 уже. Плюс 600 килограмм уже 9, да. Ну, то есть, вот потихонечку набирается сумма. То есть, это не такие уж дешевые пыли это в итоге получается. Потому что ты потихонечку вот это вот все вот тю-тю-тю. А дальше без того, как ты не выберешь. Ну, без багажа можно, но без выбора билетов у меня не получилось. Потом там, выберите страховку. Я думаю, да мне плевать, я не хочу страховку. Там страховка жизни, страховка багажа, страховка пятки, носка. Я не знаю, ну, куча разных страховок. Я думаю, мне не нужны страховки. Я не хочу ничего. У меня есть вот эта стандартная, ну, типа, жизни и страховка, и все. Ну, которая с визой идет. Мне не надо ничего. Нет, выберите. Думаю, да е-мое, что ж такое. Я выбрала самую дешевую. Туда-обратно опять-таки это же все. А, еще чемодан же обратно, короче, 1200. Короче, вот уже там в десяточку выходит. Уже не 8. Думаю, блин, ну, я хотела дешевле. Ну, ладно. Выбрала страховку какую-то там за 150 рублей. Самую дешевую, что-то там потеря багажа или что-то в этом роде. Думаю, ну, ладно, если потеряется багаж с нашей авиакомпанией, святой победы, я перераслечу. Ладно, уж бог с ним на всякий случай. Это уж ладно. Ну, вот это не жалко. Ладно. Тем более, она дешевая. И в итоге, короче, спустя вот эти все 150, вы выберете кучу денег отдать, и нам еще не хватает на Лексус, я могу нажать кнопку оплатить. И в итоге у меня билеты вышли в 10500. И, собственно, вот. Это часть билетная. Билетная история. Я купила билеты, все, держу их на руках. Плюс там, короче, вбивать надо, ну, номер паспорта, номер там, ну, у тебя фамилия, имя твои, там, это все понятно, данные все паспорта. Но потом еще пишут такой, вбейте номер визы. Я такая, да, е-мое. А у меня в этот момент, у меня как бы виза, она заканчивалась 4 октября. 23-го у меня октября самолет. И я понимала, что мне нужно либо стык-встык визу делать, у меня финская, мне на 2 года дают, либо, как бы, заранее, еще заранее подавать. То есть, в любом случае, я не могу вбить им ту визу, которая у меня на данный момент есть, потому что она будет на тот момент, когда будет полет, он не действительно думает, да идите нафиг. Ну, и там, короче, дальше написано, что можете не вбивать, потом, типа, вобьюсь. Я так вообще и не вбивала, даже ничего не исправляла, никакие данные. Я пошла где-то, наверное, в конце сентября, я отдала визу, за полторы недели мне сделали, стык-встык визу. То есть, прям все очень четенько. Я сейчас села монтировать, короче, это будет видео такое немножко вставное с кусочками. Я села монтировать и поняла, что я не договорила несколько важных моментов. Так, первый момент, это то, как я летела обратно из Бергамо по поводу авиабилетов. С 29 октября Победа сделала платную регистрацию из вылета из аэропорта, иностранного аэропорта, если вы летите. 25 евро регистрация стоит, но вы можете пройти за сутки бесплатно онлайн регистрацию, но бесплатно онлайн регистрацию мне не получилось пройти. Я заходила за 12 часов, за 13, за 14, за 15, каждый час заходила, и он у меня выходил, ну, каждый пункт подтверждаю, 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 подтверждаю. И последнее, когда мне нужно подтвердить, что я регистрируюсь онлайн, он меня блокирует. Он мне не дает пройти, и у всех людей в очереди, ну, у 90% людей в очереди такая история была, что они не могли зарегистрироваться онлайн. Я думаю, что это тоже какая-то история специальная сделана, чтобы 25 евро срубить, почему нет. И, кстати, обратно, когда я летела, у меня в итоге, да, был перевес, когда я подошла на стойку регистрации, я даю паспорт, они такие, вы не зарегистрировались онлайн? Я говорю, нет, нет, у меня не получилось, потому что это наша победа, у нас же, что ж, у нас же, как же, 25 евро сейчас я вам заплачу, я знаю, выписывайте чек. И пока она там выписывала, я кинула на ленту чемодан и смотрю 11500, твою дивизию, думаю, у меня перевес полтора килограмма, сейчас мне еще за это платить надо будет. И в итоге, короче, пока я стояла в соседнюю там окошечко, чтобы заплатить 25 евро за регистрацию, в общем, опять я люблю свои там вообще вещи по аэропорту раскидывать. Я открыла чемодан, и все самое тяжелое, что знала, что тяжелое, я на себя надела. В общем, я надела на себя, и потом, когда отдавала чемодан, у меня было 9700, то есть я вытащила прям вот четенько очень все. И в багаж уехала, я все это запихала в огромный пакет, потому что я все на себя намотала, я мокрая, как мышь была, потому что я намотала кофту теплую, шарфы, 4 шарфа, просто тут сумка одна, сумка вторая, третья. А там фишка в том, что у Победы есть перед посадкой еще дополнительная проверка, там такая стоит какая-то железная штука, в которую ты должен положить всю свою ручную кладь, и она должна закрыться крышкой, ты должен уместить там все, что у тебя есть с собой. И я понимала, что я не умещу все, что я на себя надевала туда. Но, когда я подошла, я все это, короче, запихала так в пакет и пыталась пройти, как бы даю, а там как бы этот чувак стоит, который смотрит, кто с каким багажом-то едет в салон. И я такая, типа, ну, с собой пытаюсь прикрыть этот пакет, хотя пакет в 20 раз больше меня. Думаю, блин, сейчас меня как бы точно завернут, ну, в общем, я даю этот паспорт, и меня выцепляет из очереди, думаю, блин, я когда-нибудь улечу отсюда. Я все время улетаю с приключениями, лечу нормально, улетаю с приключениями. И, короче, меня выцепляет, и такие, типа, можете свою ручную кладь положить вот в эту вот фиговину сваренную? И я понимаю, что как бы я попала, ну, все, у меня туда не вместится. Я такая вставляю, а она даже не вставляется в эту фигню, просто она сверху. И там четко подходит такая, типа, ну, вы видите, что у вас не влезает, я такая, и че? Она такая, ну, вы можете либо заплатить 45 евро за ручную кладь, я такая, а у меня есть выход? Ну, думаю, блин, ну, вообще, подстава, короче. Проще было за чемодан заплатить. Короче, это я, это я, я вот, вроде я все очень продумываю, но по факту, ужас. И в итоге, короче, там парень, который итальянец, он говорил по-русски, он такой, типа, либо она предлагает, вы можете, типа, надеть это на себя, если у вас что-то есть. Я думаю, а логика какая? Ну, это логика авиакомпании, как бы, какая-то, всегда такая логика. Типа, ты не можешь провести 8 килограмм, вот, допустим, 8 килограмм ручная кладь, а у тебя набито в 10, но если ты вынешь оттуда пальто, которое стоит, которое весит 2 килограмма, надеешь на себя, типа, как бы это, типа, как бы это нормально. То есть вес от этого не изменится итоговый, но, как бы, оно будет просто в разных местах. Возможно, типа, что полка не рухнет или что, я не знаю, хотя там, ну, все равно предел прочности. Ну, короче, это вот непонятная какая-то такая история. Я говорю, окей, я вынимаю все, что мне, все, что, чтобы влезло вот в это. Хорошо, что они мне не заставили вот эту маленькую сумочку еще туда закласть, потому что я бы это вообще тогда не уместила. В итоге, короче, я вынимаю пальто, я вынимаю опять все эти тюки, опять это все шарфы, 4 шарфа на матовую, сюда навязывают 2 кофты шерстяные, просто как, типа, салфой с шабачей шерстью, блин, получается. Я все равно весь мокрая, как мышь, стою такая с этими тюками, у меня все туда вместится, такая, окей, они такие, окей, я такая, блин, ну а смысл? Я сажусь в автобус, чтобы до самолета лететь, и просто с себя это все снимаю, и обратно туда кладу все равно, ну, короче, в общем, логика, может быть, это в какой-то мере нарушение немножко весовой вот этой безопасности, но там ничего такого криминального прям превышения какого-то сильного не было, потому что я за безопасность на воздушном судне вот где-где, а там это прям очень важно. Я все купила билеты, на руки они мне все пришли, ну, на сайт, ой, на это, на почту. Я понимаю, что где же я буду жить? Начинаю гуглить, то есть заранее, вот, ну, прочувствуйте уровень моего желания путешествовать, и вообще не важно как. Я купила билеты, все, я лечу. А где я буду жить? На что я буду жить? Чего вообще? Я, то есть, вообще без этого. Встал вопрос, где я буду жить. И я начала гуглить на букинге, как обычный пользователь, начала гуглить отели, и поняла, что самый дешевый отель это какой-то вот этот хостел, где там мальчики, девочки на вот этих двухуровневых этих кроватях двухэтажных спят. Короче, вот этот ужас, честно, я никогда в таких листах не останавливалась, я очень, ну, не то, что брезгливая, но и как-то мне важно отдыхать ночью, а когда я рядом, ну, чувак-то у меня в итоге храпел, да, через стенку, но, тем не менее, все равно в своем, как бы, помещении было. В общем, это был достаточно такой шаг, я думаю, нет, я в такое не впишусь, а нормальные отели, они стоили там от 25, ну, это еще такой вообще просто такой вообще никакой, там, ну, короче, от 30-ки на неделю, ну, на 7 ночей отель. И я такая, блин, что-то я как-то маханула с этими билетами, а билеты-то уже на руках, и, как бы, окей, я не знаю, даже, ну, уже за несколько, там, дней до полета нельзя сдать, да и так, по-моему, нельзя, потому что они супер дешевые. Короче, думаю, блин, ну, ладно, как бы уже подступать некогда, впереди Москва. И я, значит, захожу, думаю, ну, ладно, букинг, как бы, окей, отели, ладно, до свидания, заходим на Airbnb. Airbnb – это сервис, я думаю, что все знают, рекламу по телевизору, и вообще это вся такая очень знаменитая, известная штука. Это сайт, где по всему миру сдаются квартиры. Ну, частные, как бы, объявления, да, частные люди, владельцы, собственники, они платят с этого налог и так далее, все это официально. Ну, просто вот такой сайт, который обобщает аренду, вот, для путешествий всех квартир мира, ну, кто там заявился на этом сайте. Очень удобный, на самом деле, сервис, и вот это слоган, да, не приезжай как-то там, типа, как-то, не приезжай куда-то, приезжай пожить. Вот, да, вот-вот, приезжай пожить конкретно в квартире этой страны. Я начала гуглить квартиры в Милане, там очень удобный поиск по местоположению, то есть там высвечивается, можно просто по, как бы, цене гуглить, можно просто карту вывести, и на карте уже точечками будет на, ну, обозначено, тут, например, там, 1700 ночь, там, центр Милан, там, 1800, 1000, ну, то есть, как бы, точечками обозначены цены за ночь и местоположение квартиры. Я, как бы, ну, гуглила-гуглила, там, рамку можно выставить по ценовой категории за ночь. Я выставила там, что, сначала 1000, ну, там, нашли какие-то совсем в районе Бергамы, короче, далеко, ну, или совсем там в пригороде Милана, тоже допираться каждый день не это. Потом я выставила полторы тысячи рамку, и тоже как-то там не очень, ну, тут вообще 1700, и там я нашла две квартиры, одну, одну из которых, в которой я в итоге жила, и одна, в которой мне больше понравилась, она ближе к центру была, но она была занята, или, ну, я не знаю, она не была занята по датам, потому что там высвечивается, когда квартира занята, когда нет, я написала владельцу, я говорю, можно у вас снять на этот период квартиру, он мне написал, ну, на английском все. Я английский, как бы, это дальше я расскажу, как я английский знаю, даже после курсов. И он написал, типа, сори, нет, я такая, ну, окей. И в итоге я все, я написала этому чуваку, которого я сейчас сняла, я говорю, можно у вас снять, он да-да-да, велкам, ху-ху, я такая, ну, прикольно, ну, окей. И он мне присылает приглашение, ну, на этом сервисе, на этом сайте, я его принимаю, и меня сразу перекидывают на страницу оплаты. Состав суммы, которую я заплатила, 17 тысяч у меня стоило 7 ночей проживания в этой квартире, составляется из, по-моему, 1689, как-то там такая сумма неровная, за ночь, плюс тысяча за уборку, ну, там 1054, что-то какая-то такая тоже, потом налог страны какой-то, и комиссия за пользование Airbnb, там что-то в районе, ну, там 60, 100, 500, как-то так, ну, короче, там немного. В итоге вот набежалось, то есть сначала выходило 15 тысяч, а в итоге за вот эти все вот компоненты мне еще два косаря сверху накинули, то есть изначально, когда вы смотрите квартиру, там выходит чисто цена за ночь, а потом уже накидываются налоги, там вот это все. Там всегда пишутся условия, там, ну, в смысле условия, там, фен, кровать, вот это, как добраться, ну, тоже, опять-таки, не везде, а вот этот чувак, он просто прописал все, что можно было прописать, карту со скриншотил, нарисовал, как дойти до этого, от метро до этого дома его, там, ну, в общем, все-все-все вот эти вводные данные он дал, и как добраться, написал там, ну, то есть на самой странице этой квартиры написано, в общем, много там всякой информации было, по которой можно было, ну, в любом случае, я вбила в гугл-карту, я сразу увидела фотографии этого места, и когда я туда приехала, я сначала вышла с метро и думаю, блин, я достала эту карту, короче, посмотрела, нифига не поняла, как идти, потому что когда ты как бы по карте, ты видишь, ну, со спутника, да, сверху, и ты как бы, ну, да, окей, тут-тут, все понятно, а когда ты в реальности, ты такой, елка, дом, пойду туда, и я вбила в гугл-карту, да, навигаторную, ну, этот, путь, и он меня обвел, блин, вообще вокруг, я с этим чемоданом перелась, ну, ладно, потом я на следующий день нашла уже короткую дорогу, которую вот он как бы там через парк, по которой мы ходили, кто не смотрел влоги, обязательно посмотрите. И в итоге я когда пришла, уже на эту улочку я смотрю, так как я посмотрела по гуглам, ну, по фотографиям, вот эти, ну, то, что гугл ездит, снимает машинка, все как бы я увидела, да, окей, туда, куда надо, приехала. Позвонила ему по WhatsApp, и говорю, типа, Фабио, I'm here, I'm near your flat, вот, как бы это мой уровень инглиша, ну, то есть я как бы стараюсь говорить без акцента, ну, ну, не то, что без акцента, без русского акцента, да, Z, вот это, да, но, как бы, они не очень понимают, когда ты пытаешься себя англичально делать, да, поэтому, I'm near your flat, вот это вот. Она, окей, сейчас я типа выйду в встречу, а он хорошо очень знает английский, но с акцентом итальянским, поэтому я так иногда, а, да, 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 ага, все, поняла, а, а, please, slow, slow, типа, говори медленнее, ну, в общем, так. И он меня вышел, встретил, я прямо у двери стояла, ну, я видела фотку, это все, и заселил меня в квартиру, все было хорошо, такой он, типа, живенький, бодренький, потом там, он только, типа, ты откуда? Я думаю, блин, я ж писала, ну, ладно, неважно. Я говорю, я типа из Сент-Петербург, Раша, ну, вот. И он такой, о, типа, у меня есть знакомая русская. И подзывается, там у него, короче, ну, кто смотрел влоги, поймет, у него вот моя дверь, да, и соседняя, это его. Ну, то есть он через стенку у меня храпел. И коридор, ну, этот дворик. И прямо там упираешься в черный выход кафешки, который его, я так поняла. Но там написано, главное было на этой квартире, ну, когда арендуешь, типа, накормлю вас завтраками. Меня никто завтраками не кормил. Мне кажется, просто у меня иногда такое, знаете, лицо, когда я, короче, заселилась, и я захотела помыться, а воды горячей толком не было. И я такая, типа, Фабио, воды горячей нет. Он такой, окей, иду чекать. И я такая, окей. Он пришел, включил, вода есть. Думаю, блин, ну, что-то, я все то же самое делала. Короче, не знаю, просто он, ну, короче, в общем, это, знаете, техника хозяина слушается. Потом я такая, понимаю, что там какая-то белая херовина, и она дует холодным воздухом. И я понимаю, что я замерзаю. Где батареи? Там написано, что центральное отопление или обогреватель должно быть тепло. А я жуткий зяблик, поэтому я думаю, блин, если я еще буду спать в холоде, я вообще сдохну. И я ему опять, типа, Фабио, где батареи? Батареи, почему тепло, почему холодно? Он такой, типа, я сейчас приду, все покажу. Ну, окей, короче. И вот я его так, не знаю, насиловала, наверное, несколько раз. И мне кажется, он такой, я говорю, типа, сори, сори, конечно, извини. Он такой, да не, нормально, что он, типа, первый день, ты же ничего не знаешь, понятно делал, все. И вот только, короче, я... Вот я вот так замучила, мне кажется, что он потом, он, мы вообще не пересекались. Хотя там отзывы, вот ребята русские, которые оставались, они пишут, типа, такой гостеприимный, такой крутой чувак, мы общались, там, муля-ля-ля-та-паля. И думаю, как вообще? Я просто, ну, я с утра уходила, он храпел. Я приходила вечером, он уже тоже храпел. То есть он, как бы, мы вообще с ними пересекались в таком реальном мире. Только в конце, за день, наверное, до отъезда, я... А, да, накануне я вышла, короче. Мусора вынести. И он такой, типа, охай, я так, а, чао-чао. И я такая, типа, здрасте, я завтра уезжаю, давайте в 8.45 утра вы ко мне зайдете, я сдам ключи, квартиру, все покажу, там, ну, все оставлю. Ну, как бы, хотелось, что там ему продукты оставшиеся свои отдать, но они новые, ничего нет. Яйца там, я... Ну, кто в блоге смотрел, я думаю, что вы поймете, о чем речь. Вот, и вот так вот он, ну, как бы, мы с ним так особо и не общались, только вот в последний день. Оплата, я не сказала про оплату. Я сказала, что оплата, мне он прислал приглашение, я приняла, перешла на стадию оплаты, на страницу оплаты. Там оплачивается как? Вбиваешь, короче, карточку, да, свою, и там снимается первая половина суммы. Ровно пополам сумма, 17, там, 100, допустим, ну, 17 тысяч, условно, делится пополам. Снимается первая половина суммы, и за неделю до поездки, если у вас большой люфт, если нет, то, как бы, видимо, там, может быть, разом снимается, может быть, все равно за три дня, может быть, все равно бьется сумма, может быть, она не бьется, я не знаю. И вот, ну, насколько, если заранее брать, у меня снялось сначала половина, и за неделю снялось с этой карты, просто, я ничего уже даже не убивала, но запомнила эту карту, сайт, и просто мне присылает уведомление, что завтра будет снята, ну, вторая, вторая часть взноса, с такой-то номера карты, с которой вы уже, как бы, платили. Я такая, окей, ну, то есть я даже ничего не нажимала, оно автоматически все сняло. Вот это тоже очень важный момент, я не знаю, как вот в других ситуациях, но вот когда заранее, то он бьет вот эту сумму пополам. Квартира находилась, конечно, далековато от центра, но вот кто живет в Питере, примерно расстояние, ну, не такое расстояние, по веткам метро, скажем, ну, короче, типа, ну, даже не то, что, по локации местоположения квартиры, это, грубо говоря, окраина. То есть, как наш Парнас, например. Вот кто в Питере, тот поймет. Не знаю, как в Москве с чем сравнить, не знаю метро и вот всего этого, но вот у нас, короче, типа, как на Парнасе, как будто квартира. Вот типа такого. Только там расстояние гораздо меньше, метро, остановки гораздо меньше, и сам Милан гораздо меньше, чем Питер, поэтому там ты не едешь 100 миллионов лет в метро, потом там чапаешь через сугробы до своего дома, там нету такого. То есть, там достаточно все компактно, емко и быстро. На метро, вот если садишься на центральном вокзале и выходишь с вагона уже на моей станции, ровно ехать 25 минут. Но это с учетом того, что ты переходишь, там люди, там вот это все. То есть, кажется, на самом деле, очень быстро, но в то же время вроде как и не так, не очень-то быстро. То есть, интернет, интернет, я, у меня мегафон, я использовала роуминг-гудбай, как и во всех остальных поездках, 350-349, если быть точно, раньше было 299, но они поняли, что это золотое дно, и сделали 345 рублей в день, как будто ты никуда не уезжал, короче, этот тариф, ну, роуминг, там 1 гигабайт трафика на интернет дается, его хватает. Вот, если вы не будете смотреть залпом фильмы и качать что-то сильно, ну, я этим не увлекаюсь, поэтому мне хватает для карт, для Инстаграма, для Контакта, посмотреть какое-то коротенькое видео, то есть, как бы, вот все вообще, очень хватает, там еще остается этот трафик, и каждые сутки он обнуляется, и дается каждые сутки новый 1 гигабайт. А звонки, смс-ки для мессенджеров, ну, в общем, идеальный тариф. Для звонков, для смс-ок остается тот же денежный, скажем, диапазон, ну, короче, тоже, как будто ты в домашнем регионе, то есть, как будто ты никуда не уезжал. Вот, очень удобная история, я с ней уже неоднократно езжу, подключаюсь, все время радуюсь, прям ловит везде, потрясающе, в метро у них очень прекрасный интернет, ЛТЕ, ловит отлично. Ну, типа, 4G или как оно там, очень все хорошо. Ну, метро не глубокое, поэтому, ну, в общем, вот. Интернет нужен. Есть, я ходила там везде по гуглом картам. Гугл-карты, это просто кладезь вообще для путешествий. Это, я не знаю, это суперидеальное изобретение человечества. Я благодарна гуглу за эти карты, за маршруты, которые он выстраивает. Если бы не они, я бы просто встала бы, вот, просто на вокзале приехала бы, да, а я прилетела в Бергамо, да, да. Лоу-костер прилетает в Бергамо. Большинство лоу-костеров прилетает в Бергамо, если правильно. По-моему, Бергамо, он ударение идет. И от Бергамо еще идет где-то 45 минут автобус, ну, там вы ходите с аэропорта, и там куча автобусов разных, и добродушные афроамериканцы кричат, типа, Милану, 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 и просто у тебя хватает багаж, тебя запихивают, короче, в автобус, типа, выдирают у тебя из кошелька 5 евро багаж в этот, все, сиди, сейчас поедешь. И я такая, да, сейчас поедем, вот, ну, типа, вот так. И я сначала гуглила, как мне доехать от Бергамо до Милана, и в итоге я прогуслила, что там, да, автобус, но я думала, ну, пойти купить билет, как же, сейчас буду разбираться. В итоге я вышла, у меня просто в охапку, в автобус, деньги, чемодан, отдай чемодан, сейчас, ну, что ты тут зацепилась в него, и я такая, что вам надо так мне? Короче, ну, типа того. И я села такая в автобус, думаю, блин, как все круто, как прям сервис. Я доехала до Милана, до центрального вокзала, центрального вокзала, там метро, и я доехала до, собственно, до метро моего, где я жила. Вот, важную деталь, да, упустила. Очень много лоукостеров приземляется именно в Бергамо, не в Милане, а вот именно в Бергамо. Вот, поэтому будьте бдительны, но это, в принципе, не составляет труда. И обратно я тоже так же добиралась, доехала до вокзала на метро, а с вокзала уже, ну, там железнодорожный вокзал, Милан, в централе, вот это самое центральное огромное, вот это бело-красивое здание, от него прям такая отправная точка всего, куда вы хотите доехать, вот езжайте туда. И оттуда, опять-таки, вот те же самые автобусы, они уже едут, ну, они как приезжают, и отсюда уезжают обратно в Бергамо до аэропорта, все как бы хорошо. Обратно я покупала билет на Гоу Евро, но о Гоу Евро я отдельно расскажу. Гугл-карты. Гугл-карты это просто феноменальная вещь, я просто до сих пор вообще молюсь. Берете просто, я не знаю, так не видно, конечно, но, в общем, тут мое местоположение и куда надо. Мое местоположение, если надо, ну, оно определяет как бы на месте, если надо откуда-то, докуда-то, ну, это редко, но я бывает так по другим городам гуглила, например, я еду в поезде и понимаю, что мне нужно добраться, как-то понять, я хотя бы заранее гуглила, но чтобы заранее, еще заранее понимать, еду в поезде, как, допустим, там от вокзала в Венеции добраться, там, ну, не в Венеции, там, просто там, в Апарето сразу. Ну, от Вероны, допустим, до дома Джульетты, да, я вбиваю там вокзал Вероны и дом Джульетты, и он мне показывает, и он показывает, ну, то есть вот вбиваешь куда, да, допустим, ты в мое местоположение, которое где-то сейчас, и куда, вбиваешь там адрес с достопримечательностью, куда тебе надо. Показывает тебе маршрут, и там можно выбрать на поезде, на автобусе, пешком, на машине, там дают сразу эти такси, рекламку, что можно типа такси заказать, но такси у меня не получилось заказать, к сожалению, там какая-то глухая история, и вот это безумно удобно. Вот этот, который транспортный маршрут, пешком тоже, да, ты можешь прям пешочный маршрут выстроить, ты можешь выстроить, вот, выбрать маршрут, который именно транспортный. И транспортный, там написано, например, вот отсюда дойдите досюда, вот здесь остановка, вот просто вот, ну, настолько вот, вот, ты никуда не уйдешь с этого маршрута. Ты доедешь, в его случае, если ты просто будешь под. Дошел до остановки, он тебе точку, тебя смотрит, где ты идешь, то есть он тебя следит за тобой. Ты дошел до точки, там, сесть на, там, ну, типа, показан, там, трамвай номер 10, условно, да. На всех остановках там это все написано. Какой следующий трамвай идет, когда он придет, что вообще, все написано. Ты смотришь, ага, 10, он подъезжает 10, садишь на 10, и он едет трамвай, и этот за тобой следит, ты открываешь, и он как бы показывает, где ты находишься, то есть по всем вот этому маршруту. Потом, ну, и показываешь, что, типа, вот все, короче, ну, и ты понимаешь, что ты подъезжаешь, выходишь, он тебе, если там надо перейти куда-то, там, до метро, допустим, там, не знаю, метро 200 пройти, там написано карта, нажимаешь карту, открываешь карту, ты идешь по шажелочкам до этого метро, садишься в метро, там написано, какие пересадки, куда, настолько удобно. Я просто ходила, молилась, думаю, господи, какое изобретение, это круто. Если бы не эти карты, я бы вообще, просто там вообще наглухо села бы где-нибудь в одном месте, ничего бы не поняла. Ну, может быть, поняла бы, конечно, но это заняло бы гораздо больше времени, нежели я просто, и даже ко мне, знаете, какие-то туристы подходили на страну, типа, в Венеции ко мне бабуля подошла, такая говорит, типа, а как мне добраться от этого? Я такая, ща, ща, разберемся там, все это. Ну, это правда, я как бы хреново говорила по-английски, и она такая, where are you from? Я такая, типа, Раша, она, ааа, думаю, че, мы так все, блин, такие лохи, что ли, с Рашей, что-то, и так, ааа, ну, понятно, типа, Раша, значит, типа, это не бельме. Ну, короче, суть в том, что я как бы там все настолько... Единственный косяк этих карт в том, что вы должны вбивать точный адрес. Вот, например, знаете, там какая-нибудь церковь, там, блин, Петра и Павла, ну, условно, да, какая-то просто, и вы понимаете, где она находится, и он понимает, где она находится. Допустим, она одна, в Питере, допустим, их много, но, допустим, она одна. Допустим, вы вбиваете ту, которая реально нужна, и по карте, когда он показывает, вы видите, что это в том же регионе, где, ну, в той же локации, где она действительно реально находится. И написано там, тут точечка, флажочек, что типа там это церковь. И вы когда до нее доходите, таки понимаете, что нифига тут этой церкви-то и нет. И вот тут вот в этом косяк. Она оказывается там метров 200 или метров 500 в другую сторону. То есть он как бы определяет локацию этой церкви, ну, вот место, да, не всегда точно. Поэтому если вы хотите конкретно точно вот в это место прийти, вбивайте адрес. Адрес в гугле я просто вбиваю, там, допустим, я не знаю, в Венеции это Санта-Мария де Салюта, да, вот это красиво. С куполами-то напротив, через канал, напротив площади. Я вбиваю типа адрес, вот это Санта-Мария де Салюта, адрес. И он мне показывает в гугле сразу же, ну, у меня гугл через сафари. Показывает сразу адрес. Я копирую адрес. И когда ты нажимаешь на адрес, ну, я не знаю, как в других телефонах, здесь вот просто все настолько оно синхронизировано, что просто, ох, я тащусь от этого вот, насколько все удобно. Нажимаешь, он тебе сразу открыть в гугл-картах, я, да, открываю в гугл-картах. Он открывает, мне типа показывает конечную точку, что это вот этот адрес. И типа построить маршрут до него от того местоположения, где ты есть. Я говорю, да, окей, и все. И он мне настолько классный, я просто вообще тащусь. Это гениальное изобретение. Так, это, ну, это при условии, что у вас есть интернет. Если нет интернета, вообще мне посоветовали безинтернетные, сейчас я скажу, как они называются, по-моему, я их даже, а, мапсми. Но я их как-то не использовала, я их не знаю. Я люблю, я человек интернет. Да, заранее я, конечно же, все продумала. У меня ушло, не знаю, дня 2-3, ну, я вот так периодически садилась, думаю, ну, надо сейчас погуглить Милан, надо погуглить Турин, надо погуглить Верону. Ну, вот так вот я садилась и периодически гуглила города. Изначально я думала, что я поеду чисто в Милан и буду сидеть в Милане. Потом я думаю, нет, там же озеро Кома, вот это, боже, озеро Кома. Поеду на Кома, там же Венеция рядом, поеду в Венецию, поехала в Венецию. В Венецию, все, отметила себе, там, неделю расписала, в этот день, в этот день, в этот день, туда-туда-то еду. Потом Катюша Текстильхаус говорит, кстати, подписывайтесь на канал Текстильхаус, ссылочка внизу будет. Говорит, такая, съезди в Турин, красивый город, центр красивый. Окей, еду в Турин. Потом еще знакомая говорит, съезди в Венецию, красивый город. Я говорю, окей, еду в Венецию. Вот так у меня, короче, 4 дня из 6 чистых, не считая еще день отъезда, день приезда. У меня ушло на вот эти все путешествия. И я вот так распланировала, думаю, блин, фига, как насыщенно. Ну ладно, окей, 2 дня на Милан хватит. То есть второй, как бы, и последний, седьмой день, грубо говоря. Милан у меня был, а третий, четвертый, пятый, шестой у меня был вот на вот эти все города. Каждый день я ехала на вокзал, садилась в поезд, ехала в город, гуляла, обратно возвращалась в Милан, спала, вставала, ехала. В общем, вот такая вот круговерь, 4 дня была. Давайте, наверное, на этом видео закончим. Про билеты я расскажу в следующем видео, потому что никто не будет смотреть 20 миллионов часовое видео. Так что всем спасибо за внимание, оставляйте комментарии, подписывайтесь и... Да, я надеюсь, вам понравилось видео. Если что, какие-то вопросы, пишите, я на все отвечу. Ставьте пальчики вверх, еще раз подписывайтесь на канал. Очень жду, что кто не смотрел влоги со всех этих городов, со всей Италии, посмотрите обязательно. Там 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 или 7 влогов. Короче, очень много. Все, пока-пока.